друзья мои привет снова посмотрите куда я вас привезла еще одно прелестное место лес тишина птицы а сегодня у нас 19 апреля воскресенье пасха всех конечно поздравляю христос воскрес и замечательно хотя я в бога не верю много раз об этом говорила но пасхи поесть люблю и яйцами стукнуться люблю хотя вы знаете еще тут интересная такая вещь которой хочется с вами поделиться вот когда я узнала что пасха оказывается англиканской церкви она прошла 12 апреля пасха называется здесь исто исто и ее действительно тоже празднуют но пасха ровно на неделю раньше 12 апреля православная пасха 19 как вы понимаете католическая 12 апреля так вот интересно для меня вот это вот эти вот смещения дат они еще больше как-то вы знаете укрепили меня в той мысли что вот исхождение благодатного огня и то что вот христос воскрес да в это время и все там паломники в том же иерусалиме раньше помнить этот благодатный огонь вот меня удивило то что ромда неделя разница в христос когда воскрес христос скажем так но как это может случиться объясните мне пожалуйста я не понимаю может быть я что-то вообще не понимаю в этой жизни но мне кажется если действительно христос воскрес в какой-то день и то этот день должен быть во всем мире одним днем ну скажите мне кто-то если я не права а когда начинают мне рассказывать что католический пасха католическая католический христос воскрес 12 апреля а православный христос воскрес 19 апреля то как-то знаете мне не верится мои сомнения тут еще больше как говорится расцветают пышным цветом как так может быть потому что если христос воскрес и он воистину воскрес то тогда это должно быть один день во всем мире ну ладно мы не будем об этом с вами вдаваться в подробности я просто сейчас знаете что хочу вам показать все таки так интересно ведь здесь совсем по-другому празднуют пасху из-то как я сказала да по-английски по-другому празднуют здесь не варят яйца не красят яйца никогда я первый раз помню покрасила и показала не крашеные вареные яйца моему мужу английскому он был просто найти в детском восторге он был крайне рад и он просто когда я ему подарила это яйцо я там наклеила на него вот эти вот наши знаете красивые наклейки по моему хохломатом тогда было он так обрадовался и он потом это яйцо долго хранил но кстати сказать что она и не стухла как ни странно она просто высохла и было с ним все нормально вот так хотя она не было освещено хочу сказать да вот так здесь в англии по-другому здесь друг другу дарят вот зайцев шоколадных и также шоколадные яйца сейчас вам покажу вот такие я показываю вам здесь у нас огромные шоколадные зайцы это которые дарят на пасху детям вот такие зайцы маленькие классно дарят дарят вот такие даже огромные шоколадные яйца вот такие шоколадные фигуры тоже всякие разные это вот динозаврик ну и конечно же вот такие маленькие яйца тоже шоколадные вот они вот так вот выглядят их тут очень много больших маленьких посмотрите это именно вот такая вот пасха английская большое одно и и целая тут их уйма маленьких вот такой вот кстати набор яиц 25 штук стоит 2 фунта очень даже замечательно вот такие вот здесь дарят подарки детям пасхи и 100 английская согласитесь что классные шоколадные зайцы огромные маленькие всякие разные и они без всяких заморочек продаются в любом супермаркете можно купить ну вот кому то нравится кому то нет не знаю и также конечно же вот эти яйца да вы видели что же шоколадные это же их полно ну пойди докупи и кстати стоят они очень недорого там что-то фунт или 2 как-то так поэтому это совсем-совсем не составляет труда пойти купить не то что у нас вот это вот знаете варить красить эти яйца но мне даже почему-то кажется что интереснее когда делаешь сам нежели когда ты просто их там купил и кому-то преподнес хотя они шоколадные конечно но все равно когда душа вложена более интересно а а сегодня у нас 16 часов вечера или дня как сказать дня до автоном тут называется 16 часов после полудня но солнце вовсю шикарный день я продолжаю гулять здесь в лесу просто наслаждение слушать птиц и гулять и как же все таки хорошо сидеть вот так вот на заваленки на пригорке вытянув ноги и гуляя по лесу я уже нагулялась конечно ноги у меня как вы видите опять он не в длинных брюках меня не учусь на тогда помню сцарапала ежевикой но сейчас пока ежевики нет ничего нет а вы знаете что вспомнила почему-то еще одно стихотворение вероники тушнова я вам читала и вы знаете у нее настолько грустная лирика что мне тут многие говорят да что вы так грустите да что вы что-то у вас прям депрессия да нет у меня ничего такого подобного никакой у меня депрессии нет друзья просто я иногда вечерами хочу вот так вот немножко порелаксировать почитать грустные стихи подумать о жизни это не значит что у меня какая-то депрессия или там страдания или что-то подобное нет 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 а вот сейчас я здесь сижу в лесу и вспомнила еще одно стихотворение но я наверное его полностью не помню она длинная очень но я хочу немножко только то что запомнила вам рассказать улыбаюсь а сердце плачет в эти тихие вечера я люблю тебя это значит я желаю тебе добра это значит моя отрада слов не надо и слез не надо и не надо твоей тревоги и не надо моей печали и не надо чтобы в дороге мы рассветы с тобой встречали вот и старость вдали замаячила и о многом забыть пора я люблю тебя это значит я желаю тебе добра я сократила полностью это стихотворение как смогла вспомнила то что смогла но вот эти самые проникновенные строчки они мне запали в душу я с вами ими делюсь и это не столько ничего не значит это не значит что я сейчас тут в депрессии ужасе нет просто как-то такая легкая грусть мне так понравилось здесь в лесу гулять что я думаю что я еще раз сюда с вами приеду а сегодня я с вами прощаюсь берегите себя будьте здоровы всем доброго пока пока